МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней. Студия Тимур Бекморзин. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зелёная папка Рустама Мениханова или с чем связаны кадровые перестановки в районах республики? Какое наследство глава пестрецов оставляет своему преемнику? Наш специальный репортаж. ЗАДОМУИТ СТОРОЙ СЛАГБАЛ, СТОРОЙ ПОМОЩИ Как частный автосервис проник на территорию скорой помощи? Расследование проводят журналисты 7 дней и активисты Общероссийского народного фронта. Мы не будем сокращать ГИБДД на тех участках, где оказывают госуслуги. Реформа МВД. Грядут сокращения инспекторов ГИБДД. Кто будет следить за порядком на дорогах? Гайдаровский форум, который проходит в Москве, традиционно в середине января всегда событие нерядовое. Уж извините за несколько избитых выражения. Знаковое событие. И дело не только в представительном составе участников, среди которых всегда видны чиновники, руководители регионов, министры, экономисты и финансисты. Главная ценность российского Давоса, как иногда именует форум в прессе, конечно, не в антураже, а в идеях, смелых предложениях, которые там звучат регулярно. Мы все помним, сколько разговоров, жарких споров было после прошлогоднего выступления президента Татарстана Рустама Миниханова, который критиковал Федеральный Центр за межбюджетную политику. Политику уравниловки, которая не дает стимулов для развития регионам сильным, приносящим наибольший доход. Больше доверяйте регионам и спрашивайте с их руководителей, есть ли что не так, сказал тогда Рустам Нургалеевич. В этот раз Миниханов был созвучен самому себе прошлогодней давности. Это была еще одна довольно смелая рекомендация федеральным чиновникам. Даже не от Татарстана, а от всего губернаторского корпуса, особенно от тех регионов, которые приносят наибольший вклад в пополнение казны. Рекомендация, которая на слух звучит несколько странно. Ничего не делайте и не трогайте хотя бы пять лет. Не трогайте в плане введения дополнительных налогов и мер по распределению полномочий между центром и регионами. Давайте вместе послушаем короткий фрагмент яркого спича Рустама Миниханова. Всегда любые передачи полномочий мы теряем. Вот налог на прибыль 1% забрали, за хорошую работу немножко денег дали, спасибо, конечно. Но это 30% того, что забрали. Значит, средские дистилляты забрали, это всё ушло. Ещё там любые... Вот моя просьба какая-то. Но дистилляты добавили, справедливости. Дистилляты добавили. Добавили, добавили. Вы представитель комитета. Пять лет не трогайте ничего. Вот поставили, давайте пять лет поработаем. Пять лет, значит, я буду понимать, сколько доходов мы заработаем. Вы принимаете решение. Движимое, недвижимое имущество. Это наши доходы. Почему такие решения? Или какие-то высчеты из подоходного налога. Почему вы принимаете без нас какие-то льготы? Доверяйте, не бойтесь. В очередной уже раз повторял Рустам Миниханов. Как можно управлять такой огромной страной из Москвы? Во многих вопросах на местах, как говорится, виднее, как правильнее что-то сделать, обучить, построить. Проверяйте. Но всё-таки доверяйте. Особенно тем руководителям территорий, которые доказали свою эффективность на деле. Показывают достойные результаты. И ещё один, на мой взгляд, ключевой аспект, на который обратил внимание президент Атарстана. Опасная иллюзия и даже большая ошибка полагать, что самый лучший, самый действенный способ пополнения казны это такая политика закручивания гаек, постоянного наращивания нагрузки на регионы-доноры. Скажем, не хватает денег на какую-то программу, статью расходов. Давайте просто заберём нужную сумму у тех территорий, у которых с точки зрения Москвы, условно, есть лишние деньги. В перспективе это путь в никуда. Ибо с одной стороны он порождает иждивенческие настроения, с другой лишает тех, кто что-то делает, стимулов к развитию. Тогда что делать? Где взять средства? Рустам Миниханов такие резервы в экономике видит и предлагает посмотреть на то, как сегодня, мягко говоря, неэффективно осваиваются бюджетные средства. Можно объект построить за 10 миллионов, можно за 100 миллионов. Зачем строить за 100 миллионов, когда можно сделать за 10 миллионов? Зачем лишнее? У нас и так за последние годы такие нормативы мы приняли. Вот в деревню приезжаешь, эта школа как корабль. Зачем такие дорогие школы, садики? Значит, я не против этого. Но это через что? Это стоит денег. Или, значит, случается что-то, появляются какие-то новые пожарные нормативы. Сегодня это сигнализация противопожарной системы 10-15% от стоимости объекта. Надо все-таки как-то вот эти вещи, мы можем значительные ресурсы сэкономить. У нас вот 85 регионов, они разные. Возможно, для кого-то вот какие-то решения, они подходят и хорошие, а для кого-то это уже будет, как бы, влиять отрицательно. Этот посыл Рустам Мениханов адресовал федеральному центру. Но если разобраться, такие же резервы для экономии бюджетных средств есть и на региональном, на муниципальном уровне. И районы у нас в республике, как и российские регионы, тоже очень разные. Подавляющее большинство сидят на дотациях. Хотя условия для стабильного роста, в этом я абсолютно уверен, есть у всех. И здесь подход такой же, как его обозначил Рустам Мениханов на форуме в Москве. Главам районам доверие есть, если есть результат. Если результаты слабые, то и кадровые решения неизбежны. На этой неделе главы Рыбно-Слободского и Пестричинского районов заявили о своем желании сменить сферу деятельности. Глава Пестричинского района Эдуард Дияров в отставку ушел по собственному желанию. На посту его сменил Ильхам Кашапов, теперь уже бывший глава Казанской птицефабрики. На место главы Рыбно-Слободского района была предложена кандидатура Ильдара Тазудинова. С 2011 года он исполнял обязанности заместителя генерального директора особой экономической зоны Алабуга. С чем же на самом деле были связаны эти кадровые перестановки? И бывший руководитель Пестрецов и Рыбной Слободы на сессии районных депутатов уверяли, что данное решение связано в первую очередь с переходом на новую должность. Так ли это и какое наследство после себя оставил тот же глава Пестричинского района? Ильзира Юзаева расскажет. За 12 лет государевой службы, пять из которых прошли в качестве главы района, господин Диаров проникся любовью и уважением к каждому жителю Пестрецов. По крайней мере, именно об этом была его прощальная речь. На заключительной для муниципального служащего сессии ему припомнили многое. И рекордное строительство жилья, и поддержку малого бизнеса, потому присутствующие выражали искреннюю веру в то, что такой богатый управленческий опыт будет весьма и весьма востребован и на новом, тщательно скрываемом самим Диаровым поприще. Но стоит только выйти из стен администрации, как все эти высокопарные эпитеты приобретают диаметрально противоположное звучание. Только представьте себе, огромная продовольственная корпорация со своими фермами, где выращивались тысячи голов крупнорогатого скота, со своим административным корпусом, материально-технической базой. Все это находилось в деревне Чита Пестричинского района. Каждый день деревенские люди ходили вот по этой заснеженной тропинке к себе на работу и были уверены в своем будущем. Но оно оказалось весьма плачевным. Его не сломила перестройка, не разрушил кризис. Огромный животноводческий комплекс в деревне Чита пал жертвой в экономически и политически спокойное время. Еще год тому назад в деревне кипела жизнь. 160 человек работали в этой продовольственной корпорации. 160 человек деревенских жителей в один миг потеряли все. И рабочее место, и надежду на справедливость. Некадар зурзу фирмаларына түседілер-түседілер да тораты бетірділер. Минерсес сон енді ол. Кіші, нөмірә, меніңді оба бір еліна қолғаны е, пенсияға шығарға. Енді бір ел менің үсті айот ауыл, менің ұшат аманы. Иш йоқ. Иш йоқ. Дилер түгіл, іш йоқ. Дилер түгіл, іш йоқ. Құл әуі, ел менің үші, ел менің үш, бір сөл үш, үш... ? Құл үш әғдің, айтқа. В деревне никто так и не понял, что же произошло на самом деле. Словно упал метеорит, не осталось ничего. Ни техники, ни скота, ни людей. А ведь все так хорошо начиналось. В последние годы это богатое наследие времен коллективизации было передано в управление перспективному, подающему надежду инвестору. По крайней мере, эти надежды он явно подавал руководству района. Ведь именно по распоряжению главы стопроцентный уставной капитал этого животноводческого комплекса государственного унитарного предприятия был передан некому Ильнару Сулейманову. Совпадение это или нет, но поисковик в интернете выдает вот такую весьма интересную информацию о предпринимателе из пестрецов Ильнаре Сулейманове, который в 2012 году встречался с самим президентом Путиным, на которого произвел весьма хорошее впечатление. Один и тот же ли это человек, остается только догадываться. В нашем же случае Ильнар Сулейманов чаяние администрации Пестричинского района так и не оправдал. Дела в хозяйстве в деревне Чита шли из рук вон плохо. Зарплату задерживали месяцами, налоги не платили, с поставщиками не расплачивались. А когда долги достигли критической отметки, инвестор, стараясь опередить своих кредиторов, начинает банкротить свое же предприятие. И делает это он весьма замысловатым образом. У Ильнара Сулейманова в соседней деревне Янцевар есть еще одно хозяйство – агроторг-сервис, который тоже уже дышит на ладан. Якобы в 2014 году продовольственная корпорация, где, как мы уже сказали, Сулейманов является учредителем, продала земельный участок агроторг-сервису за 96 миллионов рублей. А деньги так и не получила. Получается, что Сулейманов сам себе продает и сам же у себя пытается разыскать. Зачем же Сулейманову все эти пируэты, от которых явно веет раздвоением личности? Ответ прост – чтобы стать основным кредитором в процессе банкротства и после окончательного развала получить остатки задарма. Пока суд до дела, Ильнар Сулейманов всю технику и скот уже успел перебросить из четы к себе в Янцевар – 1750 голов скота. Но внушительная часть скота после перегона словно испарилась в воздухе. Местным жителям теперь и спросить-то неского. Если только с протеже Сулейманова, который сам лично приезжал в деревню с напутственными словами к инвестору, который на глазах у всех жителей заручился поддержкой самого главы района Эдуарда Дьярова. Поселок Царево построили, поселок Барсил будут строить нефтяников. Это не наша заслуга. Наша заслуга в том, что пестеричинские люди родились тут в пестеричцах и наши земли в притых Казани находятся. Эти земли как-то передаются, продаются. Я не могу так конкретно сказать, как они передаются туда. Выводятся из сельхозоборота, передаются под строительство за какие-то вознаграждения, видимо, кому-то получается. Три совхоза у нас – Богородский, Татарский, Шигалеевский, Кощаковский. Ни один рабочий работник совхоза не получил паёв. То, что сельское хозяйство – это не его конёк, сегодня говорят многие. Другое дело – земельные вопросы. В этом-то Эдуард Яров был настоящим профи. По итогам работы антикоррупционного управления при президенте Татарстана были выявлены многочисленные факты махинаций с земельными участками, когда администрация района продавала лакомые кусочки муниципальной земли в престижных местах своим людям без конкурсных процедур и практически за копейки. За несколько лет были зафиксированы более 300 подобных случаев махинаций с землёй. Так Дьяров для кого-то был другом, добрым волшебником, а для кого-то – обычным фокусником, которому не под силу было решить даже самые элементарные проблемы в деревнях. Жители села Ленина-Кокошкино так и не дождались от Дьярова простого человеческого участия. Люди в Шивы, дети уже в Шивы приходят. А баню закрыл Дьяров, глава администрации. Вы знаете, что есть проблемы с общественной баней? Да. Мы в течение последних двух дней с Эдуардом Ахмутовичем самые серьёзные проблемы, насущные проблемы, мы это все обсуждали, в том числе и по Ленине-Кокошкину. Новому главе района Ильхаму Кошапову досталось тяжёлое наследство, ведь сегодня главное – это спасти подпорченный имидж района. Хотя грешками бывшего главы теперь уж наверняка будут заниматься компетентные органы. 41-летний, теперь уже бывший директор Казанской птицефабрики, слывёт человеком очень строгим и принципиальным. Сам родом из здешних мест. Когда-то успел даже в пестрецах поработать. Поговаривают, что именно с Диаровым у Кошапова что-то не срослось, и ему пришлось покинуть родные пенаты. Кто вот тогда думал, что земля кажется такой вот круглой? Ильзира Юзаева и Хамид Шамсеев. 7 дней. Обратите внимание, если есть какие-то претензии главе района, почти всегда это подозрение на предмет махинации земельными участками. Почему? Ответ на поверхности. Земля это самый простой, самый лёгкий способ для обогащения, особенно если ты по природе своей временщик. Ну зачем тогда вкладывать тебе всю душу и силы в родной район? В тот же малый бизнес, если это, конечно, не какие-то карманные предприятия. К слову, на том же Гайдаровском форуме президент Татарстана говорил и об отсутствии чётких и понятных индикаторов оценки работы государственного муниципального служащего. На мой взгляд, одним из таких критериев могли бы стать показатели развития предпринимательства в районе сельском поселении. Вы возразите, не все же вопросы можно решить на местном уровне. Как быть, если проблема выходит за рамки района, города, а иногда и всей республики? Как ни удивительно, есть выход, есть инструмент решения и таких проблем. На этой неделе в Казани прошло очередное, седьмое по счёту, расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Татарстана. Вот, казалось бы, великолепная площадка Совет по предпринимательству при президенте Татарстана. Эффективный инструмент решения проблем малого бизнеса. Возможность донести свой вопрос до чиновника, в том числе и федерального. Но у любой медали всегда есть и обратная сторона. В данном случае Совет – это ещё наглядная демонстрация абсурда, в котором сейчас иногда вынуждены работать российские предприниматели. Один из примеров такой нелепицы прозвучал на заседании нынешнего Совета из УЗ руководителя компании «Камфтор Полимер» Светланы Ерлыченко. Абсолютно все юридические лица в России сдают экологическую отчётность. Причём от малого бизнеса требуется сдавать три практически одинаковых отчёта в разные сроки и в разной форме. Возникает совершенно логичный вопрос – зачем? Вот и Рустам Миниханов не совсем понял. Зачем три раза в течение первого квартала отчитываться? Во-первых, у вас времени нет это считать. Самое главное – никто их не считает. Если отправил, всё нормально. Если не отправил, вот за штрафом придут, чтобы штраф заплатить. Наше предложение звучит таким образом, чтобы мы создали единую унифицированную форму подачи отчётности. И чтобы дедлайн этой подачи соответствовал срокам сдачи годовой бухгалтерской отчётности. Ещё одна проблема с экологическим подтекстом – вопрос уточнения порядка платы за негативные воздействия на окружающую среду. Ещё с 1 января 2016 года полигоны и региональных операторов по обращению с отходами обязали вносить эту плату. Но парадокс ситуации в том, что в Татарстане такой оператор ещё не определён. А платить полигоны по закону вроде как обязаны. По Татарстану речь о сумме порядка 264 миллионов рублей. А это почти треть от выручки компании. Операторы ТБО нашли выход и договорились с органами отменить плату за 2016 и 2017 годы. Но что делать с 2018? Рустам Мениханов призвал всех подключиться к решению насущной проблемы. Даже если для этого необходимо выйти на федеральный уровень. Надо материалы передать. Ирик, меню у нас будет, тоже эту тему надо будет на коллеги поднять. Из восьми вопросов, поднятых на совете, три так или иначе связаны с экологией и подавляющее большинство с излишней волокитой и ненужным бюрократизмом. Очередной классический пример. Чрезмерное, по мнению туристических компаний, ужесточение требований к транспортным компаниям, которые занимаются перевозкой детей. Процедура согласования таких перевозок громоздкая и продолжительная по времени. Участвуют в ней пять ведомств. А организатору перевозок нужно собрать не меньше 15 документов. Как итог падения перевозок и уход перевозчиков в тень. По челнам рынок просел в два раза, показания на 40%. Слух пошел, что это опасно ездить на автобусах, я так понимаю. Люди начали бояться. И как бизнес мы, в принципе, работаем, у нас сезон полгода. Полгода мы так переживаем. Да. Мы другими перевозками не занимаемся. Те решения, которые сегодня приняты, в которых нам помог совет по предпринимательству, как раз-таки содержат сокращение сроков. То есть с практически 14 и более дней до 5 дней. Рустам Миниханов предлагает надзорным органам меньше опираться на карательные меры, воздействия на бизнес, больше на воспитательные и предупредительные меры. Тем более, что и сам бизнес понимает, контроль необходим. Те же ательеры не против проверок накануне Чемпионата мира по футболу. Но желательно этот план проверок как-то согласовывать. Не предъявлять бизнесу заранее невыполнимые или абсурдные требования. Например, закупить несколько сотен противогазов на всех постояльцев гостиницы. Мы тоже не понимаем, чем вызваны эти требования. Да, и, соответственно, это вот, как бы, пример с противогазами только один из. Понятно, что это отвлекает наши ресурсы, наш персонал от работы, от выполнения посредственных обязанностей. А вот управляющие компании Казани сетуют даже не на то, что жалобы и претензий со стороны жителей много, а на то, что недовольные сразу обращаются в надзорные органы или на телевидение. Как ни странно, в этом случае процесс реагирования, со слов самих жилищников, не убыстряется, а наоборот затягивается. Предложение – работать напрямую с заявками граждан. Тем более, что позитивный опыт такого взаимодействия есть на примере работы информационного ресурса «Открытая Казань». Мы повысили в четыре раза время исполнения заявок. У нас сократились потерянные заявки в три с половиной раза. То есть их просто стало меньше. Они все под контролем, все в учете. 99% сегодня заявок выполняется. Со слов Искандера Гениатулина, информационная система позволила жилищникам не только эффективно реагировать на заявки жителей, но и дала много других плюсов. Во-первых, с помощью «Открытой Казани» теперь можно досконально проанализировать состояние жилищного фонда столицы, запланировать необходимые работы по текущему и капитальному ремонту. Во-вторых, жители сейчас могут увидеть реальный рейтинг управляющей компании. Есть свои плюсы и в рамках проекта «Безопасный город». Сейчас информационная система охватывает 84% жилищного фонда Казани. Но возможности для расширения есть. Люди уже работают в этой системе. Если она работает в городе Казани, если для Казани это подходит, в других местах она точно подойдет. Эрик, слышишь, да? Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. Семь дней. Конечно, нужно поощрять развивать частную инициативу и предпринимательство везде, где это необходимо. Но при этом давайте, как говорил один известный герой известного фильма, не будем путать свою личную шерсть с государственной. Нужно все-таки различать, где государственные услуги, а где частный бизнес. Если одно смешивать с другим, получится бардак и коррупция. Темой для нашего следующего сюжета послужило обращение водителей скорой медицинской помощи Казани сначала в Общероссийский народный фронт, а затем и к нам в редакцию. С их слов им приходится покупать, а порой и даже менять запчасти для машин, карет скорой помощи, а также масло за свой счет. А если автомобиль не выпустят на линию, то и зарплаты им не видать. При этом водители заверили нас, что на территории скорой помощи работает автосервис, где за деньги ремонтируют частные автомобили. Руководство Казанской государственной станции скорой медицинской помощи называет все эти обвинения клеветой, говорит, что на него возводят напраслину. Наш корреспондент Сергей Темляков пытался разобраться в конфликтной ситуации. Не хватает запчастей, вот малую часть собрали, тут ребят передали вам чеков, закупки. Игорь Киселев за помощью обратился в Общероссийский народный фронт по Татарстану. Говорит, что он водитель скорой помощи, работает на станции с 2000 года. Правда, замечает. Был момент, когда пришлось ненадолго сменить работу. Если верить мужчине, суд восстановил его обратно в должности. Игорь говорит, водители боятся репрессий со стороны руководства, поэтому опасаются открыто говорить на камеру. Но он принес от них свидетельство, чеки. Приходится покупать запчасти за свой счет. Но, естественно, мы можем покупать запчасти те, которые мы себе можем позволить. То есть, как бы, мы с 4 человека в бригаде, мы с 4 человека скидываемся. По сильную сумму какую-то там можем купить, например, за 10 тысяч какую-то там. Идем, покупаем эту запчасть, ставим и тем самым выезжаем. Игорь уверяет, загнали в рамки. Ведь всем надо и за квартиру платить, и одеваться, и питаться. А простой, убеждает нас водитель, напрямую влияет на зарплату. Никто не хочет получить меньше. Мы получили вот эти новые автомобили, форды. Подошло время менять масло там. Со стороны руководства младшего поступил сигнал. Купите масло и работайте. Только не успели масло поменять. Загорелся, чек загорелся. Менять пора передние накладки тормозные. Опять к ним подходим тормозные накладки. У нас уже все там свистит. У нас нету. Опять пошли купили. Люди ждут скорой помощи. А водитель в стрессовом состоянии, при нашей загруженности на дорогах, едет к ним, ведет врачей или же ведет больных обратно. Он не думает о том, как бы ему это все правильно работать. Он думает о том, как бы ему заработать деньги при той зарплате, которая у них есть 20 тысяч. Сейчас в Общероссийском народном фронте изучают детали. Проведен анализ тендеров. Мы просмотрели за последние несколько лет, кто участвует в тендерах по обслуживанию, скажем так, этого подразделения. Это одни и те же фирмы, одни и те же лица. При этом водители, которые покупают на свои же деньги запчасти и комплектующие, обязаны по заданию руководителя покупать именно эти запчасти и комплектующие именно в этой фирме. Дальше вот не знаем, что дальше мы будем покупать. Вот. Ну вот ребята, знакомые ребята тут, короче, они залезли в интернет. Закупки, прокупки, станции скорой медицинской помощи залезли за все года. И нам принесли, показали, что, говорит, над вами как издевается. Мы глянули, там у нас волосы дымом стали. Там, оказывается, нам что только не покупают. А чеки сдайте, говорили кому, чтобы, как говорится, не могли доказать, что сами купили. Мы вам деньги вернем. Ну, что-то до сих пор ни один не сказал, что ему денежки эти вернули. Михаил Давыдов говорит, сейчас он уборщик служебных помещений на станции скорой помощи. Мужчина явно обижен. Он считает, что с ним поступили несправедливо. Его не хотят вернуть на должность водителя. Заверяет, что состояние здоровья позволяет. Но, видимо, преграда – его язык. Кто в организации знает то, что обычно скрыто от глаз? Правильно. Гардеробщики, охранники и уборщики. Также этот автосервизм взять. Я понимаю, если бы он наши машины ремонтировал. Мы вот заехали, что-то сломалось. Оп, подъехали, он отремонтировал. Все. А он же нет, он только частные машины ремонтирует. А вот эту я не знаю, как у них там оформлено, числится. Как проверка, никого нет. Все закрыто. Разве в такое можно поверить, что на территории государственной организации, тем более станции скорой медицинской помощи, может быть такое? Вот и мы не поверили. Но решили проверить. Помог нам в этом активист Народного фронта. В целях безопасности мы закрыли его лицо. Алло. Алло, здравствуйте, машину ремонтируете? Ремонтируем, бывает. Прям сейчас не получится, сейчас все занято. Ага, а когда можно будет подъехать? До двух занято, точно все. Вот после обеда, после двух, часам к трех, наверное, лучше. Ну вопрос, а куда подъехать-то мне этот? Чехова-3. Чехова-3. Скорая помощь, да. Скорая помощь? Да. Как нас спросили, перезваниваем в районе трех часов. Сильно не торопись, идти тихонько. Все, все. Ну ты тут найдешь сейчас дорогу, Чехова-3? Да, 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 найду. Дальше куда? Да, и вот белый забор, получается, ты по нему будешь двигаться, домой есть второй шлагбаум, где скорая помощь выезжает. Ага. И туда, где выезжать? Я в этот заезд, да, я охрану предупреждал, что ты поедешь. Заезжаем за шлагбаум. У охраны, к нам, четверым пассажирам в машине, в том числе и к оператору с профессиональной телевизионной камерой, вопросов не возникло. Не остановили, документы не проверили. В заднем ход заезжай. В заднем? Да. Сейчас я этот. В чем диагностика-то? А там у тебя что, стук проверили? Стук надо проверить. Ну, я говорю, уже в Константиновку съездил вглубь. Что-то неудачно. В каком, блядь, здесь? Диагностика, да? Да, да, да. А этот для начальства чеки даете? Нет. Нет? Зачем? Да, в задний ход мы останавливаемся прямо у бокса. Активисты Народного фронта остались в машине. Вышел я и оператор. У вас автосервис, вы здесь? Нет. А что у вас здесь? Вот и мы ремонтируем. А что ремонтируете? Что? Какие? Вон, где все. На лицах у мужчин удивление. Нашему визиту они явно не рады. Репортаж, что ли? Да, это теперь сделать. Делать нечего. Да, сходи. А вы здесь за охрану? Нет? Нет. А что за сервис у вас? Нет сервис. Второй мужчина, стоявший у дверей бокса, вовсе от нас сбежал. Ну что ж вы, поговорите, пожалуйста. Ну куда вы поехали? Поговорите с нами. Ты, ты что толкаешься-то? Расскажите, пожалуйста, вы кто? Ну почему мешаете съемки? Расскажите, пожалуйста. Сквозь открытую дверь бокса видно, что на подъемнике стоит автомобиль. Закройте, пожалуйста. Ну хозяин автосервис. Закройте, пожалуйста, дверь. Поговорите с нами, пожалуйста. Объясните, что здесь находится. Закройте дверь, пожалуйста. Этим должны заниматься соответствующие органы, в которые мы в ближайшее же время обратимся с просьбой разобраться. Пусть прокуратура, следствие, Министерство здравоохранения разберется и посмотрит. В курсе ли главврач станции скорой медицинской помощи, что вот так просто можно попасть на территорию и по телефонному звонку договориться о ремонте? Задаем прямой вопрос самому Сергею Басанову. Нет, автосервиса нет, это слесари обычные работают, которые трудоустроены на скорой помощи и проводят мелкосрочный ремонт машин скорой помощи и все. Просто нам сказали, вот мы позвонили, сказали, можем здесь с машинами, сказали, можно приезжать. Нет, ну как, что значит позвонить здесь, у них ни телефонов, ничего нет абсолютно. Сергей Басанов нас заверяет, деятельность станции скорой помощи полностью прозрачна. Видимо, есть люди, которые хотят опорочить репутацию организации. Задаем второй вопрос. Есть ли факт, что водители за свой счет покупают запчасти для карет скорой помощи? У нас сейчас трудностей никаких нет. Подготовка идет к чемпионату мира по футболу. То есть получается на прослен он возводит? Ну, на складе все есть, можно проехать, посмотреть. Выжидкость гура, это тоже масло. Мы приняли приглашение Сергея Басанова. Приехали на склад. Вот это вот задние накладочки. Директор автохозяйства проводит для нас экскурсию и отмечает. В прошлом году по распоряжению кабинета министров было выделено 7 миллионов 700 тысяч рублей на закупку запчастей. На данный момент на складе хранятся запчасти на сумму 3 миллиона 600 тысяч. На 2018 год в смету расходов внесен еще 1 миллион 200 тысяч рублей. У нас все для проведения планового предупредительного ремонта и технического обслуживания текущего ремонта имеется в полном объеме. Эдуард Софиулин заверяет нас, случилась поломка, без помощи никто не остается. Даже если это выходной или вечернее время. Сломалась карета скорой помощи, к примеру, на перекрестке или у дома, приехав на вызов, вдруг спустило колесо, на место сразу будет направлена ремонтная бригада. Мы проводим текущий обслуживание, текущий ремонт с силами слесарей наших ремонтных составов на РММЭ. Вот по данному адресу на ТЭЦК-199 ничего за это, никакая плата дополнительная с них, с водителей не взымается. Никакого участия вклада в ремонтный процесс водители не включают, не вставляют. Все вот эти вот на нас нарекания какие-то, доводы, я считаю необоснованными. Это кто-то просто клевету один смуту навел. И в завершении, пока сюжет готовился к эфиру, стало известно, что руководство Общероссийского народного фронта по Татарстану уже обратилось к министру здравоохранения Аделью Вафину, в трудовую инспекцию, в прокуратуру и следственный комитет. Получается, в сюжете мы ставим многоточие. Точка за надзорными ведомствами. Сергей Семляков, Роман Безменов, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Мы не будем сокращать ГИБДД на тех участках, где оказывают госуслуги. Реформа МВД. Грядут сокращения инспекторов ГИБДД. Кто будет следить за порядком на дорогах? В понедельник на заседании коллегии Министерства лесного хозяйства Татарстана, где обсуждали итоги работы ведомства в 2017 году и задачи на 2018 год, министр лесного хозяйства Алмаз Назиров обратился к премьер-министру с просьбой освободить его от занимаемой должности. Премьер-министр вручил Алмазу Назирову медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. В среду президенту Татарстана Рустаму Миниханову генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов представил проект детского образовательного канала на татарском языке «Шаян». Канал должен охватить детскую аудиторию от трех лет. Предполагается создание познавательных, развлекательных, образовательных программ. Рустам Миниханов отметил «Тема создания детского канала на татарском языке актуальная и востребованная. Надо продолжить проработку этого вопроса с учетом уже имеющегося опыта». Также в среду состоялась итоговая коллегия ЗАГС Татарстана. В ней принял участие председатель госсовета Фарид Мухаммедшин. Начальник управления записи актов гражданского состояния кабинета министров Альбина Шевалеева среди тревожных факторов отметила тенденцию снижения рождаемости первенцев. 19 января православные отметили один из главных церковных праздников – Крещение Господне. В Татарстане митрополит казанский татарстанский феофан совершил водосвятный молебен в Раивском Богородицком мужском монастыре. Всего в республике были определены 104 места для крещенских купаний. Из них 80 прорубей и орданий на реках, озерах и прудах, а также 24 купили на родниках. А светится. Вообще очень здорово. Холодно. Отлично. Каждый год 7 лет. Прошедшей ночью на 64-м году жизни после болезни ушел от нас известный российский фотохудожник, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, наш коллега Михаил Козловский. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Михаила Борисовича. Прощание состоится в 11 часов 22 января в доме актера по улице Щапова, дом 37. Продолжаем программу «Семь дней». Татарстан остается одним из наиболее безопасных регионов страны. Об этом заявил на итоговой коллегии министр внутренних дел Республики Артем Хохорин. В работе коллегии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, руководители государственных структурно-отзорных органов. На протяжении последних лет отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений. В прошлом году снижение составило более 4%. Стало меньше умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, хулиганств, а также хищений и угонов автотранспорта. Татарстанские стражи порядка расследовали более 26 тысяч преступлений. Раскрываемость разбойных нападений и грабежей составляет более 90%. Это лучшие показатели за последние 12 лет. По словам Хохорина, его подчиненные раскрыли порядка 95% убийств. Глава ведомства также отметил, что в Татарстане проблема организованных преступных формирований сведена к минимуму. Оценивая работу МВД Татарстана, президент Республики Рустам Мениханов подчеркнул, что полицейские с успехом справились с задачами обеспечения безопасности граждан в период проведения мероприятий Кубка Конфедерации. Он выразил уверенность, что наработанные навыки они с успехом применят и в 2018 году. Мы понимаем, что мир согласия – это спокойствие, это залог успеха и инвестиционной привлекательности. Здесь роль наших правоохранительных структур очень большая. Если взять в целом, если сравнить, я могу сказать, что наши коллеги, правоохранительные структуры, работают не хуже, чем какие-то наши, я не говорю региональные, а вот мы много ездим, не хуже, чем оснащенные и работают профессионально, как в Европе или в других странах. На коллегии прозвучали ряд серьезных заявлений в связи с очередной реформой в системе МВД. 31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности органов внутренних дел Российской Федерации на 10 тысяч единиц. Ключевое здесь сокращение коснется только сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД и дорожно-патрульной службы. В число неприкасаемых попали те, кто занимается регистрационными действиями, проведением экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачей водительских удостоверений. Кого же сокращают в таком случае? Инспекторов, которые сегодня, что называется, работают в поле. Точнее на улицах и магистралях. Если учесть, что за последние 7 лет система ГИБДД республики уже потеряла с формулировкой сокращения 500 сотрудников, кто же будет обеспечивать безопасность дорожного движения? О красной книге МВД, о том, заменят ли роботы человека и маме анархии на дорогах, репортаж Светланы Спириной. Районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво. Так красиво уходили в 2011 году милиционеры, а на утро 1 марта пришли на работу полицейскими. Не все. В ведомстве сократили 22% сотрудников. Оставшимся повысили денежное довольствие и социальные гарантии. И продолжили реформировать дальше. Фактически раз в два года, а то и чаще. Рафил Нагуманов в 16 лет был заместителем министра внутренних дел республики, начальником милиции и общественной безопасности. Почти 17 тысяч человек были только под его руководством. Сегодня численность всего МВД Татарстана меньше. МВД всю жизнь пытались сократить, МВД сцелить. Но эту работу, как бы она ни называлась, ее надо делать. Сегодня МЧС не пойдет убийство раскрывать. Росгвардия, это вообще, я считаю, серьезная, будем говорить, организация. Но она охраны общественного порядка практически почти не занимается. Перед ней стоят другие задачи. Зачем убрали в свое время паспортный? Вернули, вернули, уже ее опять укорочить в состоянии. Наркоконтроль зачем-то туда-то убрали, потом опять вернули. Вот эти вот вещи, они, ну, критиковать руководство России мы не будем, но не всегда все продумано. Я ухожу, ухожу красиво. В этом году снова придется уходить. Очередной этап очередной реформы. Под сокращение идут 10 тысяч сотрудников ГИБДД и ДПС по всей стране. Сколько постов сегодня работает в республике и какое количество сотрудников будет подвергнуться сокращению? МВД Татарстана пока эту информацию не разглашают. По нашим же данным, это коснется 200 сотрудников и все они стражи дорог. Кстати, первое масштабное сокращение в системе ГИБДД было еще в 2012 году. Тогда штату резали почти на треть и работать в поле было практически некому. Но вот после реформы 2018 года, кстати, годы трехсотлетия российской полиции, инспекторов ДПС можно будет смело отнести к вымирающему виду службы. Тот самый случай, когда позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, увы, не человек. До чего дошел прогресс? До чего дошел прогресс? На неделе жители Нижнекамска были взбудоражены НЛО, что проплыло над городом. Оказалось, это беспилотный помощник ГИБДД. Аэростат так ярко отработал свое первое дежурство. Именно с повсеместным внедрением технических новинок и связывают эту очередную реформу. Сегодня в республике 1008 камер и фиксируют они 5 нарушений. Это превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, не пропустил пешехода, выезд за стоп-линию, движение по автобусной полосе. В Москве работают 1400 комплексов автоматической фиксации, которые могут распознать до 14 видов нарушений. В планах установка примерно 500-700 новых комплексов. Уповают на камеры, но я одно скажу, наши камеры, которые у нас в Татарстане, они у нас на безопасность влиять сильно не смогут. В том плане, что количество выявляемых нарушений у них крайне мало, то есть 2-3. В Москве-то они со всеми видами нарушений борются. Мне кажется, нужно было по этапам сначала, как говорится, внедрить камеры и только потом уже браться за какое-то сокращение людей. Анархия начнется, вернее продолжится анархия, потому что она уже сейчас уже просто буквально видна уже невооруженным глазом, многие водители просто уже жалуются о том, что на дорогах полная анархия происходит. Мы должны тогда увидеть всю необходимую статистику, живые цифры, которые демонстрируют нам, насколько эффективны и чего именно эти системы роботизированные заменили. Насколько они способны заменить, скажем, когда происходит спорная ситуация, когда сидит нетрезвый за рулем. Мы видим видеорегистрацию, я считаю, это здорово, это здорово дисциплинировать, но она не работает на профилактику, вот, будем говорить, таких, не везде поставишь видеорегистраторы. Камера заработает хорошие деньги, правда, эти деньги, опять-таки, идут на безопасное дорожное движение, это и светофоры, это и профилактика, это и другое, и третье, на них же идут, но камеры живое общение инспектора и сотрудника ГИБДД, она не заменяет. И даже после живого общения с инспектором водители уверены, экипажи на улице города быть должны. И дело не только в оформлении ДТП, хотя уже сегодня ожидание инспектора в ДПС занимает часы. Возьмем тот же самый блэкаут, что на этой неделе произошел в Казани. Разрулить ситуацию на дорогах смогли только постовые. Нужны. Для чего? Для того, чтобы отлавливать пьяных преступников, которые ездят пьяными за рулем. Номера – это полбеды, а вот если он будет нетрезвый, то он собьет пешеход. Хуже будет, намного хуже будет. Люди как хотят, так и будет ездить, диамок будет больше. Оценивать вклад камеры и человека в обеспечение безопасности на дорогах мы не будем. Просто посмотрим на цифры. Более 5,5 миллионов нарушений выявлены сотрудниками ГИБДД в прошлом году. 72% из них зафиксированы комплексами фото- и видеосъемки. Теперь ежедневная статистика ГИБДД в Казани. Ежедневно к административной ответственности привлекается до 1000 водителей и 200 пешеходов. И в этой статистике главное – вот эта цифра. Каждый день в столице задерживают до 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Фактически это преступники за рулем, которым камеры и не страшны. Впрочем, причины для сокращения в системе могут быть связаны не только с внедрением современных технологий и экономией финансовых ресурсов. Я это связываю, что не один год уже разговор идет, что в принципе ГИБДД находится в одной из верхних строчек по коррупции. Может быть, решили почистить пока таким образом? Не возникает ощущения, что просто вот цифра подобнана под некоторое желание перекинуть штаты куда-то в другую структуру. Возможно, сила, возможно, очень нужна. Но почему за этот счет, за счет этих людей и вообще сколько их на самом деле? Кстати, только в Росгвардии по Приволжскому федеральному округу около тысячи вакансий. Северо-Кавказскому вообще требуется более полутора тысяч сотрудников. Как сообщает известие, освобожденные должности в ГИБДД, возможно, действительно передадут Росгвардии. Точки над ИРа ставили и все цифры озвучили на коллегии МВД Татарстана, что состоялось в этот четверг. Для республики это цифра 190 штатных единиц. Почеркнув, что мы не будем сокращать ГИБДД на тех участках, где оказывают госуслуги. Имеется в виду выдача прав, регистрация транспорта. По остальным 190 приказ будет подписан до субботы. Но не первое сокращение ГИБДД. Если брать период с 2010 года, то уже более 500 сотрудников ГИБДД были сокращены. В принципе, вы видите, что цифры показывают серьезное отрицательное влияние на безопасность дорогих не произошло. Ключевое заявление сделал президент республики. Татарстан вновь поддержит ведомство в очередной реформе. Руководством республики принято решение компенсировать данное сокращение путем выделения дополнительных еще 165 единиц муниципальных служащих. 23 фактически экипажа, которые бы выбыли у нас с сокращением, мы их сохраним. Только один сотрудник будет федеральной полиции, один сотрудник будет муниципальной службы. И также эти экипажи будут нести службы. По словам Артема Хохорина, законных полномочий для выполнения задач у экипажа будет достаточно и в таком формате. Хотя вопросы все-таки возникают. Между сотрудником полиции и муниципальным служащим разница и в заработных платах, и в социальных гарантиях. И разница эта существенная. Впрочем, сегодня уже ряд СМИ говорят о том, что это лишь первый этап реформы 2018. Второй состоится после Чемпионата мира по футболу и затронет многие ведомства. По предположениям, МЧС прекратит существование как самостоятельное ведомство. Его функции распределятся между МВД и Минобороны. Следственный комитет вернется обратно к прокуратуре России. К концу года возможно слияние ГИБДД и ППС. А вот на базе ФСБ может снова сформироваться Министерство госбезопасности. Светлана Спирина, Андрей Мохов, Роман Безменов. Семь дней. Первому президенту Татарстана, государственному советнику Республики Татарстан, Ментимиру Шаймиеву, вчера исполнилось 81. В это, конечно, верится с трудом. Глядя на то, как бодро выглядит Ментимир Шарипович, как до сих пор он активно трудится, много времени проводит в разъездах, Шаймиев полон сил, энергии, планов, органичен в общении с журналистами, всегда может дать ёмкую и точную оценку ситуации. Всё так же остроумен. Как это ему удается, для меня до сих пор загадка. Видимо, дело в его человеческих качествах и жизненных ориентирах, в богатом личном опыте, умении слушать и слышать людей. Самых разных. Ментимир Шарипович верен себе и на новом поприще. То, что именно под его началом в республике стали возрождаться наши святыни, в Великом Болгаре, исторические памятники на острове Граде-Свияшске символично и закономерно одновременно. Мы от всей души поздравляем Ментимира Шариповича с днём рождения и желаем ему главного – здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Этот год Духовному управлению мусульман объявлен годом Морджани. Его имя носят школы, гимназии и мечети Татарстана. К юбилейной дате ожидается, что появится памятник и даже будет снят фильм о жизни и научных изысканиях великого татарского просветителя. Мало кто знает, что именно Морджани принадлежит знаменитая фраза «Кто ты, если не татарин?» Когда-то Морджани сказал, как не стыдно народу с великой историей стыдиться своего прошлого, своего самоназвания. Он искренне переживал за судьбу татарского народа. Именно Шагабудин Морджани считается отцом и творцом татарской национальной истории. Подробности в сюжете Эльзиры Юзаевой. У каждого гения есть своя отличительная черта. Шагабудин Морджани был человеком исключительного порядка. На каждом своем произведении, рукописных книгах и документах он всегда ставил свою печать, изготовленную из горного хрусталя стамбульскими мастерами. Теперь это бесценный экспонат выставки Национального музея, где каждый почти из сотни личных вещей Морджани это уже культурное наследие, которое имеет свою историю. Здесь представлен дорожный сундук, с которым, например, по легенде в 1880 году, он совершил свой хадж. Здесь представлена печать Шагабудина Морджани, предметы мебели, в обстановке которой он творил свои произведения. Многочисленные его произведения. Есть рукописные произведения, которые поступили к нам на эту выставку из Элии. Есть печатные произведения. Конечно же, центральное место мы уделили, значительное место, его историческому труду. Отец или творец татарской истории, так отзывались о Морджани и его современнике двухтомное фундаментальное сочинение по истории татарского народа Мустафадаль Акбарфи Ахвали Казан в Булгар, что в переводе означает «сведения, привлеченные для истории Казани и Булгара». Произведение, которое до сих пор служит источником для написания научных исторических трудов. Но Морджани не просто изучал последовательность тех или иных событий в жизни татарского народа. Он проникал в самую глубь, пытался понять сущность нации. Исследование татарских деревень, изучение родов, описание династий. Он кропотливо расспрашивал стариков о преданиях и легендах. Все это послужило будущим материалом для его рукописных творений. У него не было вообще свободного времени. Он не любил посещать шумные меджлисы, различные пирушки, чаепитие. Но любил, когда его приглашали простые семьи. Когда его приглашали просто шакирды. Любил дорогую одежду, всегда носил богато украшенный чапан и чалму. Это видно даже по фотографиям тех времен. На улицу выезжал на тройке лошадей. Многие даже пытались его критиковать за такие роскошные наряды. На что у Морджани всегда был один ответ. Люди, занимающиеся наукой, должны соответствовать своему статусу. И ни в чем не должны нуждаться. Тогда будет и уважение в обществе. Человеком он был любознательным, но тем не менее очень сдержанным и строгим. Современники вспоминают, что даже приходя к нему за советом или просто поговорить, они могли часами ждать, пока он отвлечется от рукописи или от чтения книг. Он просто не замечал, что вокруг него происходит. Даже умирая, уже в последний день своей жизни он оставлял записи в своих рукописях и делился своими мыслями по поводу отдельных стихов на персидском языке с теми, кто пришел к нему проститься. Сам Марджани происходил из древнего рода имамов. Рано остался без матери. Многое постиг благодаря своему упорному труду и критическому уму. Всегда считал, что мусульманскому образованию нужны реформы. Его личная жизнь была очень сложной и трагичной. У него были три жены и много детей. Но самый любимый сын, который подавал отцу большие надежды, Мухаммад, умер в возрасте 20 лет. Говорят, что Марджани скорбил о его смерти до конца своих дней. В феврале ойнда біздин бір зур конференция біз болыр гатейш. Шынки Аллах шыкар, Марджани хазараты біздин шакертлары бар. Оны шакертлары Бахаринда да бар. Ярданеді. Луай Халили, зур профессор. Бұл анын китаплар бойынша диссертациялар да яқлы. Иншаллах, бұл ғалим лансийләштік. Келяшекте, біздин академия бізді қуташек ол. Луай Халили. Ханафимасхабабыз біздин азургалим біздин. Хатті Юарда да Марджани біздин шакуталар. Анассан ал-әсхерде хаман анын китаплар басылар. В Казани есть улица, которая связана с именем великого татарского просветителя. Это улица Шагабуддина Марджани, находящаяся в старо-татарской слободе. Здесь есть дом, где Марджани жил, и мечеть, где он работал. В 1850 году, когда Марджани только еще закончил свое обучение в Бухаре, Его в Казань, наработав свой личный приход, приглашает один из самых богатых людей, Ибрагим Юнусов. Тогда ему и дарят вот этот дом. Кстати, дом этот горел и не раз, и раз за разом его восстанавливали. Но самое главное, что многочисленные труды Марджани были написаны именно в этом месте. Именно в этом доме во время очередного пожара была потеряна внушительная часть богатой личной библиотеки Марджани с его бесценными рукописями. Но даже то, что усцелело, сегодня является огромным достоянием татарского народа. Елизира Юзаева и Андрей Мохов в 7 дней. Это все на сегодня. С вами была программа 7 дней. Я Тимур Бекмурзин. Удачи вам в делах, финансового благополучия, всего самого доброго и наилучшего. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин В четверг минус 11, к выходным уже будет до минус 15 градусов. На юго-востоке республики в первые половины недели ожидаются осадки. Средняя температура воздуха днем составит до минус 10 градусов. В пятницу осадки прекратятся и температура понизится до 17 градусов мороза. В центре Татарстана ежедневно будет наблюдаться снег. В понедельник минус 7, в среду уже до минус 11 градусов. На выходных температура воздуха составит минус 16 градусов днем, а ночью до 19 градусов мороза. На юго-западе Татарстана в начале недели сохранится умеренно морозная погода. В среду температуры начнут понижаться и к выходным уже составят минус 15 градусов. Временами будут наблюдаться осадки. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана ежедневно будет наблюдаться снег. В понедельник минус 6, в среду минус 10, в четверг уже до 12 градусов мороза, а к выходным до минус 16. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова